С миром. С миром. Ты сейчас разговаривал с Олегом Сватом. Не понял. Разговаривал сейчас с Олегом Сватом. Ну-ну-ну. По поводу жалобы Райхан. По поводу чего? Жалобы Райхан. А, ну еще. Вот, он говорит, я такого не говорил, что не слушайте Игнатия Тихоновича. Я лишь говорил, что я с ним не согласен. Я говорю, ну а смысл-то какой? Не согласен, значит, тебе вопрос задают, значит, ты говоришь, что я не согласен. Я говорю, у нас занятия православные. Я говорю, ты неправильно себя ведешь. Нет, вы выставили меня лжецом. Я такого не говорил. Надо было выяснить. Ну, в общем, я вот и звоню. А Райхан говорит, ты по поводу Зафана Корея и Верона, ты с Игнатием Тихоновичем поговори. Он-то наше баптистское толкование ей навяливает, и она сразу это попятил. А о чем поговорить? Это он говорит? Райхан. Ага. А о чем? Свату вопрос по поводу церкви, что сестра ее считает, что она уже спасена. Ну и что? А Олег Сват начал ей говорить, что по поводу Зафана Корея и Верона, так как толкует Игнатий Тихонович, он неправ. Я с ним не согласен. Ну и что, что не согласен? Что из этого меняется-то? А я в ролике на последних занятиях сказал, что я не могу не верить Райхана, выставил его лжецом. Он этот ролик просмотрел и ко мне претензии предъявляет. Я говорю, я на правах тебя ведущего предупреждал, чтобы ты не баптистские толкования нашим сестрам не говорил. Он говорит, а я не говорил, я не навязывал. А потом говорит, нет, все-таки да, я вот говорил, что не согласен, но вы меня уже лжецом. Я не могу сказать, смысл тать. А вы меня что? Вы меня какое слово? Лжецом выставили. Ну а что вы выставили-то что? С чем он не согласен? Не согласен, что сектанты, это 16 глава чисел, да, Вана Берона Корея. А как он объяснит тогда это, что за образ был? Это образы для нас. Какой образ? Вот. И он говорит, я бы с Игнатием Тихоновичем поговорил, но я не могу до него дозвониться. А Райхан говорит, ты на эту тему с Игнатием Лапкиным поговори. Насчет церкви-то. Она-то поняла, что он не туда ее клонит-то. И давай жаловаться мне-то. А он дальше в чат-то места писания пишет, пишет, пишет. Но это он не ей он писал, а она-то думала, что ей. А он для группы туда пишет-то. И она-то пожаловалась. И потом вы мне сказали, поговори с ним на правах ведущего. Я ему говорить не стал, но написал. Я говорю, предупреждаю, что не надо навязывать баптистское учение нашим православным сестрам. Он говорит, я не навязываю. Ну, я так понял, значит, он заперся и все. И я в этом ролике и сказал, что вот было такое у нас дело на занятиях. Что Райхан пожаловалась насчет Дафана Кореи Аверона. Олег Сват вот... Ну, хорошо, хорошо. Тогда ты мог бы узнать у них. А как говорит апостол Павел, 1 Коринфянам, 10 глава, 6-11 стих, что это были образы для нас. Ветхозаветные образы. И Павел перечисляет. А что означало вот это вот? Единственное самое страшное наказание – живем в ад. За что? За что там? Конкретно, за что их Бог покарал? За сектантство, за отделение от общества. Все общество вначале. Ну, а теперь на Новый Завет перенеси. Что это? Кто от церкви отделился-то? Православный от баптистов или баптисты от православных-то? Это их предки. Живьем вы от дороги. Другой нету. Да я-то это понимаю. Просто, ну... Он не считает себя виноватым-то. Он говорит, а что вы мне рот заклеиваете? Я могу... Я же на занятиях веду себя достойно. Я говорю, ну и после занятий веду себя достойно. Зачем ты так говоришь, что ты не согласен? Он говорит, а я не говорил, что не слушайте Игнатия Лапкина. Я говорю, ну я-то смысл передал. И смысл мне передавал Райхан. Он говорит, ты врешь, значит. Я так не говорил. Ну ладно, давай так. Остановимся на том, как он говорил. Рахиль неправильно поняла его. Потому что, когда мы заканчиваем говорить, то, что бы ты ни писал, расходится на всех, которые в это время были. Не на одного, а на других. Это какая-то там чад называется или что-то такое. Ну, дым, чад. Чад. Дымит. Вот здесь. Ну не говорил, да и все. Но это православные беседы идут. И ты не согласен с Златоустом, не согласен с Блаженным Попилактом. А зачем нам слушать здесь ереси-то безбожие, сектантские? Нам это не надо. Мы не для этого собрались. Ну давай сейчас вот. Мы русские люди. И будем сейчас пропагандировать, что лучше всего жить там-то. Ну и давай. Я тебе так объясню, говорю, если бы ты переорганизовал бы баптистские занятия, а я бы начал бы православную догматику там свое говорить, что вам бы понравилось, и бы сразу меня заблокировали. А что, его разве заблокировали? Нет. Ему вынесли предупреждение. Ну правильно. Два-три предупреждения должно быть. Потом второй раз в ролике я, он мне на первое предупреждение говорит, я, говорит, я не навязывал. Ну не навязывал, все. С ними обвинения нету. Нету. Надо согласиться, это самый легкий путь. На тропу войны выходить не надо. Я говорю, но впредь говорю, не говори, что ты не согласен. А что вы скот заклеиваете? Не согласен с чем? Опять же, допустим, ты не согласен и должен сказать, я, допустим, такого толкования не слышал, не согласен, поясните мне дальше. Но когда уже растолковано, и ты говоришь, я не могу толковать, ну, объявить Дафана Верон и Корея. За что? За отделение от общества. Кто отделился дальше? Это были образы для нас. Какие? Чтобы мы не отделялись от церкви, не превратились в секту. Что тут непонятно-то? Вспоминайте жилу Лотова, о чем не оборачивайся назад, чтобы тебе не остаться стоять на одном месте. Там перечисляют, они не вошли в страну обитованную Ханаан, а мы в Царство Небесное идем. Это все имеет прообраз, образ. Вот так. Ну, я так и понял, говорю, недопонимание. Она-то готова была втроем выйти, но ее сейчас нет. И он хочет с вами поговорить тоже, как бы снять это. А мы уже говорили, больше говорить-то зачем время тратить? У меня и времени на это нет. На наших занятиях мы поднимаем все. Пройдет время, к этим занятиям будут в других сторон заходить. Да. Вот. Ну, сегодня... Ну, я выставил тут вчера два ролика. К утру один заканчал только о пьянстве. За то, что там погибли в Иркутске по этой теме. Угу. Два. Полностью скопировал у себя к истинному православию о пьянстве. Я смотрел, читал. Ну, материал... Виктор Савченко приезжает, знаете? Знаю. Во Францию выезжает, знаете? Нет, не знаю, что во Франции, не знаю. Я ему говорил до этого многократно. Это самое худое, что может быть. Мне моя мама сказала, что Витя уезжает во Францию. Что значит уезжает? Как уезжает? На каникулы. Ну, денег много, пускай ездит. Вот. А ей сказал барабаш Виктор. Ну, это его дело. Тем более, на эту тему я с ним говорил, что самое последнее, что может быть, это вот этот шаг. Тебя даже за подкаблучника считать не будут. Ты никому не нужен совершенно там. Куда ты лезешь? Зачем? Где-то видно было, чтобы за 1300 лет какая-то мусульманка отбежала от мужа, и чтобы он к ней ехал туда, в другую страну. Ну, это безумие просто. Я по-другому не назову. Денег нет. Маленькая ставка учителя. И едет незачем. Совершенно незачем. Лучше бы это дело, говорится, Зайцев гонял по полям. Вот. Ну. Все, да? А так вот. Ты не планируешь? Ну, мне тоже не нравится, что он едет. Ну, как его? Что, деньги отобрать ему? Ну, ладно, зачем? Мы сказали, и все. Я уже давно, я не говорил долго, целый год. А потом сказал как-то в разговоре, я говорю, самое последнее у тебя, это вот это вот будет, если ты додумаешь туда ехать. Тут, я со всех сторон объяснил. И моральная, и божественная сторона, и финансовая. Никак не подходит. Нету. Ну, раз он это избрал, значит, он должен выпить эту чашу. Ему это нужно для лекарства. Раз не слушает, значит, без совета дело расстроится. Ничего не получит. Так, больше ничего нету? Нету. Я записал, ты не против, что я выставлю? Я не против. Все, с Богом, до свидания. Сегодня занятия у нас будут. Давай. Давай, с Богом. С Богом. С Богом. Продолжение следует...